Не менее тысячи человек приняли участие в торжествах, посвященных Дню России. На территории Кремля состоялась торжественная церемония передачи государственного флага. Половничье размером 4,5 на 3 метра несли от Братского сада до Пречистинских ворот Кремля. Эту миссию взяли на себя представители боевого братства, юноармейцы и бойцы поисковых отрядов. Далее Триколор приняли активисты ОНФ, суворовцы, школьники, студенты и представители общественных организаций. Флаг передавали из рук в руки, затем его закрепили на флагшток у здания гаут-вахты и под звуки гимна страны подняли вверх. С поздравлениями к астраханцам обратился глава региона Игорь Бабушкин. В своем выступлении он подчеркнул значимость праздника для всех жителей страны. На брифинге в Рио губернатора Астраханской области рассказал о том, что уже успел сделать за время пребывания на посту. За неделю были проведены ряд встреч. Глава региона ознакомился со стратегически важными предприятиями. В регионе много проблем и задач, решать их надо в экстренном порядке. Безусловно, понадобится помощь федерального центра. Своей основной задачей глава региона видит повышение благосостояния жителей. Я хочу призвать всех астраханцев, все партии, общественные объединения, организации работать вместе ради достижения этой благородной цели. Все политические силы в своих программных документах декларируют необходимость повышения качества и уровня жизни простых людей. И поэтому сегодня я хочу обратиться к лидерам различных политических сил и области. К Игорю Мартынову, региональному руководителю партии «Единая Россия», к Тимофею Щербакову, региональному лидеру ЛДПР, руководителю областного отделения партии «Справедливая Россия», Олегу Шейну, к Виктору Вострецову, лидеру астраханских коммунистов и к представителям других общественных организаций и объединений. Давайте объединим наши усилия, давайте сделаем так, чтобы астраханцы жили в максимально комфортных условиях. День России для нашей страны – праздник сравнительно молодой. Официальное название он получил в 2002 году. Напомним, 12 июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о суверенитете страны. К тому же, 12 июня, но уже годом позже, был выбран первый президент России Борис Ельцин. Сегодня для большинства наших граждан День России не просто выходной день, а настоящий праздник. День России – это политический праздник, и он должен объединять именно все национальности. Другой вопрос, насколько это ярко показано в Астрахани, это другой вопрос. А то, что этот праздник очень важен для нас, для всех, и он должен нас всех объединить, в этом нет никаких сомнений. То есть, это не просто праздник, который мы едем на дачу. На дачу мы можем съездить в другой день. Естественно, это знаменательный день, который для нас очень многое значит, для нашей семьи. И мы неотъемлемо принимаем в этом участие и взрослый ребенок, и младший, поэтому для нас это не выходной.